Оооо, прям чувствуется, что это бета. Право это лево, лево это право. Отличненько. Если кто не понимает, что я делаю, то я сейчас выбираю свою местность, где я и построю свой первый ресторан. Мекст, 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 он там! Быстрее, туда! В общем, я определился, я буду в самом начале, так как там в самом конце уже кто-то построился, то я буду в самом начале. Опаньки, а вон я появился. Какой тип еды будет в вашем ресторане? Ага, то есть тут по национальности разделение. А где Россия? А как же борщи? Ну блин. Я даже не знаю. Ну давайте Китай. А бубасы, все дела. Кто в теме, тот поймет. Кто не забыл про бубасы, напишите в комментариях. А теперь нам нужно выбрать, какого типа будет у нас здание. То есть как оно будет выглядеть визуально. Слушайте, ну пока мне ничего не нравится. Ого, какой здоровый. А этот вообще какой-то с лужайками. Как домик? Может его выбрать? Не-не-не. Ооо, спанчбоб, сквейпенс, три трубы. Будет у меня ресторан на подводную тематику. С национальной китайской кухней. Ух, прям зубодробительно звучит. Да вы что, здесь даже есть Икея. Кто не знает, в реальной жизни, в нашей с вами жизни, существует настоящий магазин Икея. Только пишется он через И, а не через Е. И этот магазин реально очень большой. Там продают различную мебель, аксессуары для дома. В общем, там можно купить все, что вашей душе угодно. А здесь сделан магазинчик для нашего ресторана. Поэтому за всеми причудами, приблудами мы будем обращаться в наш местный магазин Икея. Но мы в него сходим чуть позже. Это обязательно. А я пока что хочу разглядеть здесь местность. И первое, что меня заинтересовало, это вон те люди, которые стоят за вот этой вот аркой. Или пещерой. Мне кажется, что они стоят в воздухе. Похоже, знаете, на NPC. Или это, возможно, наши будущие работники. Или это вообще наши посетители. А ну-ка я смогу встать? О, а нет. Я думал вначале, что я смогу пройти по воздуху к ним. Но, увы, ах. Итак, возвращаемся к нашему ресторанчику. И наконец-то займемся им. Да вы посмотрите, у нас даже есть вывеска с меню. Правда, у нас все меню коммингсон. То есть, ну, в скором времени. И есть даже рейтинг. Всего одна звезда пока что. Но мы это в скором времени исправим. Давайте уже обустроим наш ресторанчик. И поставим хотя бы какую-нибудь мебель. У нас есть пока что столы и пару стульев. Так, я все столы решил поставить возле окошек. Потому что это красиво. И все посетители будут смотреть в окно. Так, почему у меня кресло желтые? Может, я другого цвета хочу? Ну ладно, это мы потом решим, когда сходим в Икею. Уже становится уютненько. Так, еще есть кресло. То есть, получается, за столом будет сидеть по 4 человека. Ну, тогда мы поставим их так же, как и предыдущие. Ооо, и самое главное. Конечно же, как может открыться ресторан без плиты? Давайте тоже ее у окошечка поставим. Отлично! Только плита какая-то очень страшная и ужасная. Ржавая. Так, у нас здесь есть какая-то печь, микроволновка, пару шкафчиков и... Раковина. Отличное начало, говорит нам шеф Луиджи. Спасибо ему за это. А мы продолжаем разбираться в механике игры. Так как в ресторане мебель у нас уже появилась, на чем готовить у нас тоже есть замечательная ржавая плита, можно и открыть наш ресторан. Давайте это и сделаем. Но сперва нужно придумать ему еще название. И я не буду долго мудрить и назову его просто Бэкст Ресторан. Все готово. Кликаем на кнопочку Open. Я ненадолго отлучился от ресторанчика, но по возвращению я заметил, что там у меня уже есть какая-то клиентура. А еще одна неприятная вещь это то, что моя вывеска, точнее название ресторана отображалось не полностью. Название Бэкст и дальше хэштеги. Это как-то не очень, поэтому я решил поэкспериментировать с названием. И пару моих попыток были неудачны. Вначале я хотел переименовать магазин в Бэкста Бургер, но стало еще хуже. Следующим названием ресторана было Шавуха. Но как вы видите, отобразилось всего первые три буквы. И получилось какое-то ЩА. Название Три Трубы тоже не прокатило. Все замазано. Я уже начал отчаиваться, что у меня какая-то беда с фантазией. И я решил просто взять три буквы от моего никнейма и добавить слова it. То есть кушать, что в переводе с английского. И получилось у меня какой-то бэкит. Теперь займемся нашими клиентами. И в этот момент мне очень понравился Тайкон. Потому что я сам выбираю, куда рассаживать клиентов. Это же просто сногсшибательно. И я как настоящий официант решил постоять у столика. Пока наши клиенты сделают заказ. Все-таки это первый клиент ресторана. И только мне стоило от них отбежать. Они сразу же сделали заказ. Это вот закон подлости какой-то, ребята. Они выбрали роллы. Ну что ж, давайте сделаем для них роллы. Просто кликаем на человека. То есть мы принимаем его заказ. И бежим в нашу кухню. Так как шеф-повара у нас нету. Готовить мы будем сейчас с вами сами. Ну что ж, давайте попробуем что-нибудь состряпать. И да, расположение моей кухонной плиты было очень неудачно. И я просто смотрел в стенку своего магазина. Я решил переставить свою плиту. Немножечко наши клиенты подождут. Ничего страшного. Так, просто мы ее не сможем переставить. Для начала нам нужно убрать ее в хранилище. Теперь из этого хранилища нам нужно ее достать. И разместить туда, куда было бы нам удобно. Допустим сюда. Встаем за плиту и начинаем готовить пищу для наших клиентов. Единственное, я очень долго разбирался с этой системой. Чтобы приготовить блюдо, вам необходимо нажимать на стрелочки. То есть, когда будет надпись, допустим сейчас, нажать направо, мы жмем стрелочку вправо. Если вы ошибетесь кнопкой, то у вас появится красная табличка, что вы нажали что-то не то. И тем самым, скорость вашего приготовления значительно уменьшается. Если вы не сделаете ни одной ошибки, то вы очень быстро приготовите блюда. Что скажется на вашем ресторане и на вашем рейтинге. И вот мы наконец-то приготовили первый ролл. Все блюда, которые у нас заказывали, мы приготовили и несем к нашим клиентам. Которые нас не дождались и... Они оставили нам чаевые, ребята. Они оставили нам 11 долларов. Это очень здорово. Ну тогда давайте обслужим этих клиентов. И кажется... Кажется, я у них не могу взять заказ. Это очень плохо. Это очень плохо. Это беда. Ладно, пойдемте заберем тогда чаевые. А те ребята просто посидят и... Не знаю, может быть... Просто посидят и все. И уйдут. Я надеюсь на это. Эх, жалко этих два блюда. Придется выкидывать. Конечно, можно дождаться, когда придут клиенты и закажут такое же. Но это будет очень долго. Вау, уже клиенты новые пришли. Так, давайте их рассадим вот сюда. Присаживайтесь, пожалуйста. Проходите. А вот это надо как-то нам выкинуть. Потому что оно занимает место. И я не смогу приготовить еще блюда. Так, ребята уже готовы сделать заказ. Давайте же примем его у них. Тут какая-то, я не знаю, какой-то чебурек. Здесь какое-то пирожное. Ну-ка, ребят, может вы... Нет, они все еще не хотят отдавать мне свой заказ. Ну что ж, тогда сидите голодными. Я приготовил три блюда. Правда, оно не совсем похоже на то, что заказывали клиенты. Но я думаю, что они это все равно съедят. Отдаем блюда нашим клиентам. Главное не перепутать сами блюда. Я думаю, что я все правильно раздаю. Отлично. Наши клиенты питаются нашими непонятными блюдами. Хотя ресторан китайский, поэтому я думаю, что ничего страшного. Наверняка они еще не ели никогда китайских блюд. Поэтому они даже не знают, как они выглядят. Ну а эти ребята все так же продолжают молча сидеть. Ну что поделать? Стол я тоже не могу забрать у них. Кресло тоже не могу забрать. Кажись, это капец. Они тут надолго, ребята. Ладно, давайте займемся немного перестановкой. Чуть-чуть поближе поставим. И еще я хочу нанять шеф-повара. Потому что из меня кулинар какой-то, ну не очень. И как мы можем видеть, здесь тоже разделение по национальности. Конечно мы берем мужика. Китайца. Я выбрал мужика-китайца. Потому что ресторан у нас китайский и будут работать у нас азиаты. Так, приглашаем его к нам на работу. Так, я вижу, что там клиенты у нас уже отобедали. Отзавтракали или отужинали, не знаю. Нужно бы убрать со стола. Ах, блин, я еще не разместил нашего шеф-повара. Отлично. Теперь у нас есть шеф-повар. И он, между прочим, будет за 2 минуты получать 2 доллара. Ну что ж, придется разориться. Надеюсь, что он готовит лучше меня. А мы бежим убирать со стола наших клиентов. Надеюсь, что они оставят нам щедрые чаевые. За наше шикарное блюдо. Офигеть! Воу, двадцаточка, ребята, я очень рад. Это самые большие чаевые за сегодняшний день. Парни, может быть, вы уже отсюда как-нибудь свистните, освободите место, а? И клиентов некуда садить. Ух ты, 2 клиента. Такого еще не было. А, знаете, что я подумал? Что нужно сходить в Икею и купить маленький столик для двух клиентов. А то этот большой на четверых человек очень жирно для них. Ну, а то, как мы сходим в Икею и купим новую мебель для нашего ресторана, вы увидите в следующей серии. До новых встреч. Всем пока. Подписываюсь. И я подписываюсь. Подписочка. Субтитры сделал DimaTorzok